Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Пятая неделя Великого Поста, мы все ближе к празднику Пасхи, и на этой пятой неделе в среду во всех храмах происходит вечернее богослужение особого чина, так называемое «Марьи настояние», когда в вечернее богослужение вкрапляется вполне себе прозаический, вполне себе русский текст жития преподобной Марии Египетской и прочитывается заново, теперь уже в полном объеме, великий покаянный канон Андрея Критского. В разное время, в разные года мы говорили о неделях Великого Поста, одно из воскресенья, одна из недель, как раз вот пятое воскресенье, посвящено преподобной Марии. И мы вскользь как бы проходили по ее житию. Сегодня возникло желание поговорить о ее житии более подробно с такой точки зрения, каковы уроки для современного христианина, который проходит путь покаяния, который он может выучить и взять из жития преподобной Марии. Поговорим с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, дорогие телезрители, добрый день, это Сергей. Не думаю, что те люди, которые сегодня нас смотрят, смотрели нас когда-то в прошлом, поэтому, наверное, будет не лишним напомнить само житие, по крайней мере, кратко, да, кто такая преподобная Мария, когда она жила, вот. Ну и главное, для чего мы сегодня собрались в этой студии, это, собственно, ответить на вопрос, а зачем мы читаем именно это житие? То есть, почему именно преподобная Мария вдруг входит в центр внимания церкви настолько плотно, что, во-первых, среда прочитывается подробно о ее житии, воскресенье посвящается ей отдельное. Можно же было найти какие-то другие примеры подлинных, настоящих, светочей, там, и даже тех, кто явил подлинное покаяние. Вот почему-то недели преподобного Андрея Критского у нас нет, а преподобной Марии есть. Вот по возможности ответим на этот вопрос, а для начала посвятим немножечко истории. Да, ну, так сложилось, так бывает, да, что в фокусе церкви оказалось, что это же тем, что это очень древний памятник, достаточно, и очень яркий. То есть, можно сразу ответить на последний вопрос, но просто, и, кстати, имя преподобной Марии связано с преподобным Андреем Критским, даже когда мы канон читаем, там она упоминается. То есть, это как бы уже, ну, это... Но она упоминается не потому ли, что как раз, условно говоря, причинно-следственная связь-то какова? Да, ну, то есть, они как-то, они там, допустим, их имена для нас связаны, но... Тропари, вот, я прошу прощения, тропари вот эти преподобные Марии писал же не Андрей? Нет, конечно, да, это поможет. Вот, и, ну, почему преподобный Андрей, может быть, не стал таким его житья? Почему, кстати, почему его житья нет? А вот его житья нет такого, ну, вот, показательного и педагогического перелома. Его жизнь была, он с юности в монастыре, то есть, абсолютно другая история. То есть, он с такого же возраста, примерно, как преподобная Мария, из дома сбежала, начала жизнь свою странную, так сказать, греховную. Он, по всей еще, вот, как он прибился к монастырю, так и воспитался в монастыре. И вся его жизнь преподобного Андрея, там, сначала там, потом он был, это в Иерусалимском монастыре, Савва Священного, потом он был, в должности занимал всякие церковные служения, проходил в Константинополе, а потом на Крите. И, в принципе, достаточно праведную. То есть, там, в его жизни находят один-единственный эпизод, который может вызывать такое, может быть, яркое покаяние, да, то есть, когда, вот, там, монофизические смуты были, он поддался, как и многие, подписал, там, на самом деле, считать его, там, каким-то серьезно павшим, там, ну, люди подписывали, на самом деле, все, не разобравшись даже, епископы подписывали, там, настолько сложная была ситуация, император хотел вот этого мира между еретиками и православными, и людей заставлял подписывать такие пограничные документы, да. То есть, да, ну, конечно, с формальной точки зрения, это было оттуплением, то есть, и он каялся потом, но это не совсем то же, что, а вот, житие преподобной Марии, это ярчайший образец, действительно, жанр, что называется. Михаил Михайлович Бахтин назвал этот жанр кризисное житие, вот, то есть, с элементом авантюрного бытового романа, действительно. Вот, ну, это действительно так, это там очень яркие все ситуации жизненные, то есть, соответственно, кризисное житие предполагает два образа человека, до покаяния, до изменения, очень яркие, потом, вот, кризис, перелом какой-то, потому что кризис, это некий суд, да, происходящий с человеком, и потом, значит, значительную часть жизни, вот, уже другую, то есть, грешник, условный праведник, причем, очень часто в этом жанре, все-таки, как бы, три, потому что между грешником и праведником, как в случае с Марищем, достаточно длительный период борьбы и, вот, перехода от грешника к праведнику. Который, как бы, вообще втайне остается, она буквально, там, широкими мазками, там, сказала, что вот... Да, здесь мы его знаем благодаря... И, кстати, это один из очень важных, таких литературных примеров, все равно же, это литературная, все равно, обработка, мы можем рассматривать это и как литературное произведение, да, в том числе. Там одним из очень важных моментов является рассказ этого человека самого о себе, то есть, исповедь, которая туда включена, то, что она раскрывает... Иначе бы мы не узнали. То есть, ее никто там в пустыне не видел, да, ее... Вот, то есть, это такой вот... Это типичный, да, сошвариат кризисного жития, и у нас таких ярких, может быть, и не очень много. То есть, у людей по-разному складывали судьбы, некоторые жития считают, что она достаточно... Ну, то есть, родился в благочестивой семье, воспитывался более-менее в благочестивой... И только возрастал в благочестии, да, ну, там в житии преподобного Сергия Радоничского, конечно, какие-то ситуации интересные в жизни были, то есть, у него были там... На него ополчалось братья, его изгоняли, или он уходил из монастыря, но он сам-то не вот... Он только возрастал, то есть, такого, чтобы он пал, или полжизнию он был тяжким грешником, а потом, значит, исправлялся, нет. А интересно именно вот это. То есть, вот это вот... Ну, даже интересно, честно скажем, то есть, когда человек воспитан был праведными родителями, своими верующими, боярами, замечательной, очень богобоязненной семьей, несмотря на насколько высокопоставленную, да, какую-то должность, они были, значит, не такими простыми, судя по всему, и достаточно верующими людьми. Кирилл и Мария Радоничского, как мы очень любим, у нас храм семинарский в честь них назван. Это такой вот образец, что и семьи, вот он добрый плод. А тут вот ситуация совершенно другая. А вот еще тогда последний такой, так, преамбул, преамбульный вопрос как к церковному историку. А вообще вот этот чин Марийного стояния, когда читается ее житие и читается этот канон, к какому веку это сложилось? То есть, к какому времени эта служба входит плотно в церковную историю? Вот это точно век сказать не могу. Я могу сказать точно, у нас же есть... Ну, когда мы ищем, вот даже вот время написания, у нас все-таки нет того самого протографа, ну, первый самый вот, да, приписывается, надо сказать вот, что приписывается, это житие, это увлекательное повествование Сафронию Иерусалимскому. Это седьмой, в общем-то, век. Он умер в 630, по-моему, в восьмом или девятом году. Патриарх Сафронии. То есть, это, в принципе, он современник. Отчасти они пересекались с Андреем Крисовым. Это время как раз вот это. Но, опять-таки, многие исследователи считают, что это такая условная атрибуция, как часто это бывает, это не какая-то там догматизированная вещь, но чаще всего приписывают. Почти всегда надписаны в рукописи. Есть безымянные рукописи, никем не надписанные, а есть, значит, рукописи прямо надписанные. Всего сохранилось около 100 рукописей, достаточно широко. Это очень популярно. У нас это чтение, благодаря вот такому захватывающему сценарию и сюжету, оно было очень популярно у нас на Руси. Это одно и самое популярное чтение, в частности, да, это вот такое назидательное. Ну, там... Ну, то есть, это, соответственно, X век уже. Ну, то есть, я могу... Да, да. То есть, первые славянские связаны даже не с Русиом, мы же не первые славяне, кто корректились. Первые славянские переводы, судя по всему, подходят и мы к X веку. Будь туда болгарский или наши, славянский к X. А впервые мы можем точно сказать, когда он всплывает в византийской реалиях, это тоже очень интересный момент, мы точно знаем, что это значит граница, не выше которой, да, то есть... Это 787-й год. Дело в том, что это житие... Иконоборческий. Да. Это житие приводили на соборе отцы-защитники иконопочитания в качестве одного из доказательств. Потому что там чудо исходит от иконы Божьей Матери. Точно, она же, да, она не могла войти, потому что... Совершенно верно. Это считалось... И тогда это считалось авторитетной с точки, настолько авторитетной, что на соборе люди говорили, да, посмотрите, это житие от иконы могут быть чудеса. И поэтому все ваши рассказы, что уже иконы, это просто надо себе закрасить, замазать, выкинуть. То есть, это серьезно, это одно из доказательств. Поэтому, в принципе, у него есть... Про этот текст есть, как минимум, как минимум, я считал одну кандидатскую диссертацию источниковическую. Это еще 1994 год. То есть, это наш русский исследователь, филолог Селиванов. Значит, исследование... Там одна глава посвящена вообще самой древней истории, кто автор, а другая бытованию в славянских рукописях. Это наш отдел древних рукописей нашего института мировой литературы. Интересная диссертация. И все сходится к тому, что, в принципе, Сафроний вполне мог быть, потому что литературных первоисточников, которые могут отражать общее устное предание, в принципе, достаточно много. Параллелей очень много с лугом духовным. Там есть новелла про кающийся грешниц. Иоанн Мосх. Да. А Сафроний был его учеником и помощником, между прочим. И поэтому, да, это начало... То есть, это где-то луг духовный 619 год. То есть, как раз все сходится, потому что Сафроний чуть позже жил, да и был учеником Иоанна Мосха и помогал ему собирать материал вот этот. А луг духовный это серьезный сборник. Материал, для которого собирались не только в Палестине, Египте, в Киликии, территории нынешней Турции и везде, где монахи активно, так сказать, были монастыри крупные. Значит, везде, где Иоанн Мосх объезжал. И там прям есть несколько сюжетных книг, которые не говорят о том, что кто-то у кого-то списал, а говорят о том, что, возможно, это очень сильный пласт устного предания. Более древний еще. Потому что сама по житию сама преподобна Мария жила еще в VI веке. Если вот смотреть на Камбушетер, и это умерла где-то в 522 году. То есть, в принципе, с тех пор могло сложиться вполне себе устное предание. Оно могло отличаться. У Иоанна Мосха там некоторые сюжеты есть, которые и географически связаны с Египтом, и имя там может быть, но немножко другие сюжетные линии. То есть там не совсем так, что происходило, как в этом житии, но очень похожие. То есть отметать их невозможно. И есть серьезные исследования, говорят о том, что вот было некое устное предание, которое в разных формах реализовывалось. И луг духовный, это вот то, то не раньше чего появилось в житии, а 7-й Вселенский собор, то не позже чего. То есть еще параллельно находят кроме луга духовного в житии там Кириака-отшельника. Есть сюжет о новелла о блуднице Марии, такая вставочка, это Кирилл Скифопольского произведения. Еще там есть ряд. То есть в любом случае это сильно вдохновлялось лугом духовным и вот этим всем материалом, особенно очень большой компендиум материала предания разных, собранных вот по монашеским этим очагам, Реанамосхам, и там прямо несколько новелл очень похожих. Так вот, соответственно, это где-то первая половина 7-го века и никак не позже 8-го, когда в конце 8-го этот текст считался настолько авторитетным, что им доказывалось иконопочитание на 7-м Вселенском соборе. Вот. И сюжет там такой, если мы вернемся к сюжету, это источник. Да, да. Сюжет такой, что девушка по имени Мария родом из Египта, почему вообще называется Мария Египетская, но большую часть жизни привела далеко не народом просто. Из Египта, судя по всему, так ее звали потом в Палестине, если кто-то где-то сталкивался, какая, ну, откуда она? Она из Египта и ушла очень рано из дома, там, 12 лет вот, ну, сейчас нам кажется это страшным, ужасным, тогда 12 лет это уже какой-то крайний срок, позже, когда тоже, может, было замуж, выходить и в принципе вести жизнь отдельно, там, 13 лет, 14 лет, вполне, то есть все, что позже уже, там, ну, да, 15-16, а уже 20 годам, там, куча детей была у женщин. И она уходит из дома и начинает вести жизнь, значит, совершенно такую аморальную, скажем так, которую она потом рассказывает, причем ее исповедь тоже очень интересная, она, с одной стороны, не хвастается, и с другой стороны, там нет какого-то, вот, как у нас сейчас, истерики, самобичевания, что-то, я самая великое греченство, она со стыдом, но с горечью, но вот просто, то есть такая по степени, как бы сказать, трезвости и сдержанности очень показательная исповедь, как нам всем тоже понимают, у нас на исповеди иногда разное можно услышать, вот, и она потом об этом рассказывает, причем это как раз, ну, мы там к урокам все-таки вернемся попозже, сейчас, чтобы не останавливаться, то есть, что именно она там, то есть, ведет жизнь там, блудница, долго, 17 лет, до 29 лет, уже вполне такой, зрелый возраст, и все еще продолжая вести эту жизнь, вот, в поиске развлечений, в поиске компании, в поиске, так сказать, мужчин, которые могли бы, значит, и взять с собой эту компанию, она садится на корабль, отплывает на Святую Землю, вот, и там в Иерусалиме продолжает заниматься тем же, потому что это толпа вот этих паломников, а тоже разные, может быть, и не все там были, что благочестивые, она там находила какую-то почву, как она пишет, охотилась там за сердцами юноши, там и в Иерусалиме, и вот там себе происходит, вот это как раз кризис, который очень важный элемент кризисного такого, жития, это поворот, то есть, до этого ничего вроде бы не предвещалось, она туда, она не поехала туда уже с зарожденным внутри себя каким-то семенем покаяния, занимаясь тем, чем занималась, занималась этим на корабле, веселилась, назовем это так, и там уже, в Иерусалиме, в этом году, то, что это город Святой, ее не сильно трогало, если ее что-то там привлекало, то это чисто любопытство, и когда все люди пошли на праздник, а праздник был воздвижник креста Господни, нет, ну, насколько я помню, это вообще она даже не воспринимала как некое осквернение, там же есть ремарка, что я считала, что в этом и заключается вся жизнь человеческая, получение удовольствия, и она искренне думала, что ради этой цели ты человек и сотворен, и чем больше, ты как раз, тем лучше, то есть, я, может быть, просто не сказал, я употребил слово блудница, но это немножко не то. Не проституция это? Нет, нет, как раз таки нет, вот это, может быть, это ее и спасло в каком-то смысле, потому что какая-то чистота, удивительно, при этом все там оставалось, там не было сребролюбие, деньги себе на жизнь она добывалась всем по-другому, она говорит о том, что я ткала, я занимался каким-то ремеслом, то есть, блуду она предавалась со всей вот, так сказать, страстью абсолютно бескорыстной. То есть, действительно, такое подлинное служение страсти, вот полное погружение в нее, это как раз к вопросу, это один из таких аскетических сюжетов, когда показывает силу страсти, то есть, в принципе, человек служит, человек по-настоящему порабощенной страсти, служит ей радостно, и не испытывая никаких страшных. Что-то должно произойти, очень часто отцы говорят, что человек, когда совсем погрузился на одно страсти, должно произойти действительно чудо, каким-то просто обухом его должно по голове Человек служит, может быть, любая другая страсть, он просто с радостью служит, да, со сознанием, что так и надо, собственно говоря. И, ну, из любопытства она попадает в храм, и вот там происходит как раз вот то самое обращение, тот самый кризис, когда она сначала не очень понимает, что происходит, просто постепенно, да, понимает, что что-то ее не или кто-то ее не пускает в храм. То есть все заходят, а она нет, да, и как будто сила ее рука мощно удерживающая. И тогда, вот тогда происходит за несколько, мы не знаем, сколько там, может быть, часов должна провела там на коленях перед этой иконой, и с ней происходит вот это перерождение, начало, по крайней мере. То есть потом-то процесс оказывается более сложным, но начало этому перерождению происходит вот здесь. Она уже находясь на грани, понимая вообще, да, значит, что она недостойна сюда войти, и исходя из этого, понимая, ну, все же, вся ее жизнь, она приобретает совсем другие оценки, и как бы тут-то можно вообще от такого, конечно, можно сойти с ума. Вообще-то от такого можно и в отчаяние впасть, да, от осознания того, что ты всю жизнь, там, у нас 17 лет, значит, занимался совсем не тем. И, ну, тут она поднимает глаза, это, как раз, все же, видит икону Богородица, в которой видит в глазах ее читают не осуждение, а утешение. Она призывает ее, будь моей, там, поручительницей, как так она, по-моему, говорит, да, и обращается искренней, впервые в ее жизни, горячей молитвой, и вот после этого, будучи помилованной, с трудом, все-таки входит в храм, может прикоснуться, они шли на праздник воздвижения, тогда выносили вот это, значит, с остатками креста того самого, тогда еще крупные остатки хранились, до потери при крестоносах, она прикладывается к древу, и все, то есть вот тут вот жизнь ее меняется, это как раз, да, она выходит, причем там есть такой момент, он мне очень нравится, видимо, проплаканное за эти несколько часов лицо, или вообще изменение, ну, не знаю, какого-то духовного облика человека, ведь, ну, она, как и положено, чтобы быть привлекательной, шла вся такая, я так себе представляю, не врубящая, а вполне наряженная, то есть, судя по тому, что составляло содержание ее жизни, должна быть красивой, должна быть, да, такой, значит, соблазнительной и прочее, и вот она, ну, при этом несколько часов с ней происходит, и когда она выходит только, она не успела переодеться, судя по всему, ее встречает какой-то человек и обращается к ней как к монахине, он говорит, на, амма тебе эти три фоли, дает ей три денежки такие простые, купи себе что-нибудь поесть, то есть, что должно было произойти с ее обликом, чтобы она вышла и какой, что в глазах, что на лице, что ее восприняли не как, вот, ну, просто женщину хотя бы, или хотя бы просто, да, так высказали, вот, ей дают какие-то три медика, как она говорит, дали три фоли, я на них купил три хлеба с этими, единственной едой, которая у меня была, с этими тремя лепешками, она отправляется в путь, она решает, она молится, она долго достаточно молится Богородице, просит у нее поддержки и укрепления в том решении, которое она принимает, и ей был голос, то есть, куда конкретно идти, да, и, вот, иди в пустыню Зайардан, там найдешь, вот, да, все необходимое для своего спасения, она доходит до монастыря Иоанна Претечи, тоже, кстати, такой маркер, мы про этот монастырь знаем, когда он был основан, как раз в начале 7 века, там годы есть, вполне себе, то есть, это вот буквально, незадолго, это был молодой достаточно монастырь, в котором только начинали складываться такие монастырь, то есть, не вот древние-древние, да, ну, и вообще монастырь, только в 4-м веке появляется, но этот монастырь, он вполне историчный, и там, получив, да, какое-то вот последнее напутствие, вот, она переходит реку, тоже, там очень интересно вот этот миф поэтический все образы, река, как порог, во-первых, порог Фраме, который она не смогла преодолеть, это один порог, и на мире отделяющий вот тот мир, который, ее мир, и здесь тоже для нее все, переход в пустыню, тот Рубикон, который все, она переходит, больше она никогда, она еще 47 лет проводит в пустыне, больше никогда на эту реку не переходит назад, только к ней, те, кто с ней встречаются, за симом, переходят тоже из монастыря, и вот это все она рассказывает, потом она, значит, все остальное для нас остается почти за кадром, все остальное о ее этой жизни мы знаем только из ее рассказа, то есть она очень скудно рассказывает о своей борьбе в пустыне, это как раз тот период, который между еще праведником, да, уже еще грешником и уже праведником, и она описывает эту борьбу как достаточно сложную, потому что страсть она от человека просто так не уходит, вся ее предшествующая жизнь, весь ее жизненный опыт, весь этот, как бы сейчас сказать, бэкграунд, он не давал существовать мирно, и самое легкое, что она могла претерпевать, это физические нагрузки, зной, ну пустыня, на той пустыне, там днем очень жарко, а ночью вообще-то очень холодно, это песок, собственно говоря, он так и образуется, как все трескается, да, и, ну вот, и все остальное, ветер, хищные звери, которые там могут докучать и все прочее, но она четко говорит, что страшнее всего этого, это ее воспоминания о ее той жизни, это начиная от срамных песен, заканчивая всем остальным, вот, которые она свистывала, говорит, все равно напевала по привычке, очень долго достаточно, и вот, собственно говоря, вплетается все это житие, откуда оно возникает, это ее рассказ, встретившемся с ней в пустыне, как бы случайно, монаху по имени Зосимы, который вот из этого монастыря, получается, через много лет, то есть она там прошла, ушла в молодом монастыре, а через 47 лет вот уже монастырь уже, да, он развивается, и там вот такая традиция, что на весь пост, почти на весь Великий пост, после первой недели монахи уходили в пустыню и возвращались к Пасхе, проводя жизнь, вот, хотя бы не на всю жизнь, но это такой вот, такой опыт, брать с собой немного пищи и уходили, и вот он натыкается, один из монахов Зосимы, уходящий там до Великого Четверя, надо было вернуться, они возвращались в Великий, он, значит, натыкается на нее, сначала пугается, увидит какую-то непонятную, испепеленного солнцем человека, с белыми, как руно, волосами, короткими там остатками волос, былой роскоши, и вот он встречается, и она ему рассказывает всю свою историю, через год, да, она его просит в следующем году так же прийти, как вот они каждый год на пост, уходят в пустыню, прийти, взять с собой дары причастить ее, он приходит ее, причащает, и, собственно говоря, в следующий час он видит ее уже мертвой, когда приходит и видит ее, то есть он даже имени ее тогда не спросил первый, визит, и когда он приходит и видит ее мертвой, у нее в голове там на земле начертано, что такая-то, такая-то, упокоилась тогда-такда, то есть она упокоилась сразу после того, как он ее причастил, он ушел, и она умирает, то есть ее, видимо, все, ее жизненный путь был кончен, и потом там вот такой красивый, тоже сейчас постановленный, в том числе византийской географии сюжет, когда появляется животное, покоренное праведником, в том смысле покоренное, что, ну, смиряющийся перед праведностью, тут тоже очень часто, вот Герасима Роданского был лев, тут тоже появляется лев, который роет ей могилу, потому что где-то ее надо похоронить, и потому что сам Зосима, он не в силах один справится, и лев помогает ему выроть могилу, и последнее, что делает Зосима, это погребает, и вот с ее разрешения, то есть в назидание, понятно, что она при жизни о себе не говорила, но то есть она дает ему возможность, вот всю эту историю потом в монастыре братьям, то есть он не нарушает, как бы никакой тайны, она рассказывает этому для того, чтобы он потом уже мог поведать, когда она этот мир уже покинет. Вот это Зосима. И вот, да, у нас большая часть сегодняшнего времени прошла. Сложно, короче, пересказать. Да. Очень интересно. Встает вопрос, зачем? Вот что должны услышать люди, которые стоят в храме? Потому что я знаю, например, кто-то превратно понимает, там же еще очень интересный момент, что Мария, например, будучи христианкой, 47 лет не причащалась, и кто-то из этого выносит, а зачем вообще тогда храм, причастие, можно уйти в пустыню, жить в пустыне. Ну, такому человеку надо попробовать уйти в пустыню, может быть, это тоже как один из вариантов, но это говорят те, кто просто не причащается, сидя дома, они в пустыню не идут. Вот. Кто-то говорит, что, например, она берет, цитирует священное писание, не читая его, опять же, то есть у человека нету никаких атрибутов, как бы мы сейчас сказали, религиозности, то есть вот она ушла с хлебом, она не купила себе в церковной лавке Библию, чёточки, иконочки, и не ушла в пустыню, не устроила себе в пещере какую-нибудь келью, не читала там писание, вот значит, мол, и нам не особо надо, мы можем жить, будучи христианами, без всей этой внешней атрибутики. Понятно, что здесь есть перекосы, но иногда слышат и таким образом, в том числе. Слышат, да, но это именно как раз А что должны все-таки, ну, по крайней мере, для чего, какова цель? Ну, мне кажется, здесь, опять-таки, все, что мы здесь будем говорить, будет уже субъективным, потому что, если точковидная вещь объективна, это восприятие может нет, но мне кажется, что, во-первых, это все-таки достаточно такая, может быть, как показывается там тривиальная, но все-таки это мысль, да, как и в притче о благоунецине, это покаяние, это притча о возможности даже после там 17 лет жить по-другому, то есть это вот кризисное, как кажется, это, причем у некоторых это 47 лет, у некоторых несколько часов, как у разбойника на кресте, ну, тоже, что покаяние, все-таки, с одной стороны, это про любовь и милосердие Божие, а с другой стороны, про то, что должно предостерегать нас как бы от легкости, у нас как, ну, там, покаялся и все, оказывается, дело не в том, простите Господь или нет, это вопрос, вот ты как сам, измениться можешь или нет, то есть ты как, она показывает, как сложно было первые 17 лет в пустыне, супротив тех 17 прожитых, то есть, страсть не уходит просто так, то есть покаяние, да, конечно, да, это очень важный процесс, вот, но дальше идет путь, да, то есть, и понятно, что, это не значит, что все осознавшие свои грехи должны обязательно, там, вот, жить голыми в пустыне, там, быть с пепеленным солнцем, потому что тоже мне приходилось такое слышать, но я так понимаю, это все равно внутренние какие-то комплексы людей, то есть человек, например, подходит и говорит, зачем вы мне читаете, нам читаете вот эти жития, я просто, когда это все слышу, я понимаю, насколько ничтожно, ничтожен мой подвиг, если он вообще начинался, например, вот я начал поститься, там, три-четыре недели, вот поста я пощусь, мне читают, да, житие, и, как бы, условно говоря, ставят такую передо мной великую подвижницу, как будто бы, перечеркивают все, что делаешь ты, не уходящий в пустыню, и так далее. Это очень неправильно, поэтому надо как-то, все-таки, оно требует, конечно, объяснения, мы поэтому и не только читаем, мы как-то стараемся проповеди говорить об этом, что это один зуб, тут можно взять любой другой, то есть, кто-то на столпе стоял, там, на камне простоял всю, ну, не всю свою жизнь, значительно, то есть, это все просто иллюстрации, которые, кто-то в эриге носил, это не значит, что всем надо носить, это очень личная такая история, она просто понимала для себя, то есть, это ее понимание, что иначе она по-другому не справится, то есть, но общая интенция, которая есть, это, конечно, что, вот это сложнее, чем, то есть, не обязательно так, но сказать, что вот покаяние, оно вот сразу автоматически, человека, ну, не знаю, аннулирует весь опыт греховный, вот опыт греховный, он тоже очень важен, Он не аннулируется просто так, он труда требует. То есть, это не вот она, значит, покаялась в притворе храма гроба Господня, и потом она стала той праведницей, которую встречает Засим. Но все-таки это труд. То есть, у нас другая есть крайность. Одно дело, некоторые считают, что нужно только так. А некоторые считают, что можно просто. Ну, то что-то покаялся, наиспо исходило, в общем-то. А потом начинается, собственно говоря, как раз труд. Потому что Господь, понятно, прощает. Мы не про то, а про то, что ты себя отделись от греха и выковариваешь вот это. Она как раз рассказывает Засиме, как ей тяжело было, особенно жить воспоминаниями. То есть, она как бы вроде от греха удалилась физически. Действительно, понимая, что, может, она останется в мире, она не сможет противостоять этому опыту. То есть, в ее случае действительно надо было бежать, куда глаза глядят. Потому что вот ее весь этот опыт, и находясь в прежнем окружении, она будет жить так же. То есть, у нас мало людей, которые приходят, каются, и даже испытывают почти такие же, слезами обливаются, стоятся на коленях. А сил потом так вернуться к нормальной жизни и не жить в грехе? Нет. Проходит какое-то время, человек скатывается, начинает. Потому что вот не меняется ни он, ни все вокруг. Она для себя решает, что если она резко не сбежит, вот не порвется эти связи, да, не удалится туда. Она так, видимо, не справится. Ей хотелось вот это покаяние сохранить, и уже никогда не возвращаться в это все. Это, во-первых, про труд, а потом все-таки, вот это как раз про причастие, тема интересная. Во-первых, она все-таки сначала причащается. И это вопрос тоже как, да? Потому что начни она рассказывать в этом Притеченском монастыре до перехода через реку про всю свою жизнь, вот. Вернее, начни она рассказывать кому-нибудь из современных духовников, он бы ее, наверное, от причастия отлучил там на три пожизненных срока. Потому что, в принципе, учитывая, что это шестой век, там рубеж, даже не шестой еще, да, если она умерла в 522-м, то есть конец 5-го, то есть это как раз расстреляет церковная дисциплина, когда за такие грехи, как блудные, да, отлучали на много лет от причастия. За всю ее жизнь, конечно. И что-то такое происходит, может быть, Дух Святой касается тела тех, кто там, вот, священников, которые там, и так далее. Это вот такая, это авансом, конечно. Она еще ничего не сделала. То есть это как раз вот авансом. И, а потом, она, ну, как сказать, Господь этим ободряет что-ли, потому что без этого, может, она бы не выдержала. А потом на 47 лет действительно не причащается. Но здесь, мне наоборот, эта история кажется по-то, что причастие важно, то есть она так и не умирает. Она по тем временам, так сказать, срок жизни тоже какой-то такой-то, так долго не всегда жили. Да, тем в таких условиях. Она ждет, она дожидается этого Зосиму, ровно счетом дожидается причастия, умирает на следующий день после Евхаристии. То есть вот после того, что она приносит ей дары. И, по крайней мере, читал даже такое интересное сравнение, как это передается и в иконографии. То есть, ну, не всегда может быть, но вот приведен там в пример в этой статье ряд фресок, где они так интересно сопоставлены, Зосима и, значит, Мария. Он очень ярко выписан. Как бы он несет Христа, он как бы образ Христа. Она такая бледная тень уже, но она как бы уходящая. Это тоже Зосима такой хороший, он сам по себе хороший. Он вот, он ей Христа несет, и она перед ним. И вот для меня это все еще история про то, что тоже очень важно. Один из, может быть, выводов, раз мы читаем это в середине поста, в середине нашего постного делания, о цели. То есть оказывается, что самоцелью голодания или, не знаю, пребывания в раскаленной пустыне, даже такие действительно великие подвиги, самоцелью быть точно не могут. То есть важно ее встречи с Христом, как и у нас. Отец Максим, заканчивается наше время на сегодня. Огромное спасибо. Но мы сумели поставить очень важную, сущностную, фундаментальную точку для насмысления. Вам же, дорогие друзья, мы рекомендуем послезавтра в среду прийти на вечернее богослужение. Вы услышите и житие, и великий покаянный канон Андрея Критского. И сможете уже все то, что мы сегодня обсудили, взять и переложить на некоторую практику своего активного слушания. Приходите в храм, храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин